— И зачем он таскается к Миллеру? И что ему там делать? — думал я, стоя на другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада. — Следствие болезни и усталости закипало во мне. — А в чем он думает? — продолжал я про себя. — Что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь? Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое и которое так на него похоже? — Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет 80. Да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки. А во-вторых, отчего же мне с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки. Что она собака необыкновенная, что в ней непременно должно быть какое-то фантастическое, заколдованное. Что это может быть какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде, и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбой ее хозяина. — Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверное, прошло уже лет 20, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет или же, чего же лучше, как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел как палка, всегда крепко поджатый, длинно ухая, голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки, когда оба они шли по улице, господин впереди, а собака за ним следом, то ее нос прямо касался пола его платья, как будто к ней приклеенный. И походка их, и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом. Старый-то мы старый, господи, как мы старый! Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гоффмана, иллюстрированного говарней, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданию. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую. В кондитерской старик оттестовал себя пристранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол к окну. Там он выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался к нему, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжении трех или четырех часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука, а только сидел, смотря перед собой во все глаза, но таким тупым безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружающего и ничего не слышит. Собака же, погрузившись раза два или три на одном месте, покружившись, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижною на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые, и как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому неизвестную обязанность. Насидевшись часа три-четыре, старик, наконец, вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака, и опять, поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним. Посетители кондитерской, наконец, начали всячески обходить старика и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал ему мерзение. Он же ничего этого не замечал.